МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодняя неделя, 3 листопада, у эфиры телеканала Витебск, в информаційная программа «Семь дзен» у студии Вольга Шмаргун. Гэтыми фразами я вітаю вас вось уже целых пять гадов. У першыню мы почали подводить выники тыдня в листопаде 2014-го. И теперь отзначаем першы, але от гэтага немець значны, юбилей программы «Семь дзен». Журналисты и операторы, режиссеры и гукорежиссеры, шеф-редактор и дизайнер. Наша команда працует для того, как на протягу одной годины в неделю глядачы смогли догледаться про найбольш важные и цикавые падеи с життя города и в области. Вось про что расскажем сёння. Сучасные технологии уже вёл их одовли. У Аршанским районе открыли роботизованную молочно-товарную ферму «Стайки». Адразу две высшейшие навычальные установы Витебска отзначили юбилей – Витебский медицинский университет и Державная академия ветеринарной медицины. Меть махчимость проголосовать. У Витебска волонтёров навучили, как да помогчы людям с инвалидностью принять уделу в выборах. Трансграничное супрацовнецтва. Якие программы реализуются у Витебской области. Гость студии – намесник старшини Комитета экономики Аблвы Конкама. Жывёл Агадовля – основный на прамок развития аграрного сектора Витебской области. Менавито адъя е залежит с прибытковой, работа господарок, загрузка промысловых могутностей у перепрацовчих предприемствов и, як след, заработная плата работников АПК. У регионе створена программа будалництва и реконструкции молочно-таварных фермов из свиногадовчих комплексов, их техничного пероузбраєння. И вось першая ластовка – сучасную роботезаванную молочно-таварную ферму «Стайки» на 1200 голову иной рогатой живёлы открыли у Аршанским районе. Гэта одна из пяти молочно-таварных фермов, які зараз будуются у Витебской области. Про сучасные технологии у молочной живёлогадовли у материале Юлии Устиновой. У «Стайках» – великое новоселье. У Рачисты открывается сучасная молочно-таварная ферма. Паунастю новенькие будынки запаунятся до конца будущего года. Тут разместится больше, як 1200 живёл. Дарячу, все подрыхтовчие работы выконали на два месяца ранее, чем плановали. Узвели коровник на 460 живёла места узкруглогадовым, без привязно-боксовым утрыманним. Три будынки для молодняку, кожны на 200 голову, профилакторы для 150 тялят до двухмесячного взросту. Все на сховище – силосные траншеи. Нам присоединили 2200 гектар земли. Безусловно, что одна из самых рентабельных в сельском хозяйстве – это молоко. И для того, чтобы эффективно использовать земли, в нас, в Витебской области, нужно укладывать животноводство. Ну, к сожалению, рабочих рук населения не хватает. А роботизированная ферма исключает, минимизирует уже человеческий фактор. И вместе с тем, качество молока чётко контролируется. Ферма у стайках – это сучасная технология. Безправезное утрыманне коров, помешканне с оптымальным микроклиматом, даение на роботизованных установках с компьютерным уликом и анализом якости и колькости молока. До кожной живёлы подыход индивидуальный. Кормление сбалансованное в залежности от продукцинасти. Даречи, гэта один и молочно-товарный комплекс у регионе, який выкарыстовывает энергию солнца, экономить электричность гелия установки. Применен целый ряд инновационных новых технологий. Это система управления освещением, система видеонаблюдения, система создания условий для обслуживающего персонала, то есть чтобы у человека было всё время и холодная, и горячая вода. Для этого установлены гелеоустановки. Мы искали пути экономии электрической энергии, поэтому у нас применяется небольшая солнечная электростанция, где используется энергия солнца. И мы знаем, что от дневного потребления порядка 15% сегодня она уже, скажем так, обеспечивается за счёт собственного источника. Такое обсталевание молочно-товарной фермы дозволит отрымливать молоко класса «Экстра». Плануют, что на дое у стайках складывать по 8 тысяч тонн молока на корову за ход. Кошт объекта – 18,5 миллионов рублей. Треть суммы – уластные сродки. Остатняя – банка развития. Проект дает 33 новых проценных мест. У нас все фермы, которые строятся в Аршанском районе, они отлично друг от друга. В Устье ферма на тысячу дойного стада будет применяться роботизированная карусель. Пока в стране также ничего подобного нет. Следующая ферма в Чурилово на две тысячи дойного стада с роботами. Две тысячи дойного стада с роботами такой фермы пока в стране нет. Следующий проект мы разрабатываем. Он на выходе. Две тысячи дойного стада. Опять же с роботами. Но будет всего лишь два помещения. В каждом помещении по тысячу дойного стада. Два года тому у стайках реконструовали и модернизовали молочно-товарный комплекс на 400 холу. Отбылась полная замена технологии. Старые молокопроводы заменили на сучасное доильное обсталевание. Отдача истотная. Энергетики республики познайомились так само за работой филиала Тяпличной, Витебскэнерго и новой линией шоковой заморозки, якая полегшить работу хатних господинь. Зараз Городнина и Ягоды предприемства проходят шлях от поля до прылаука. Теперь на стол трапляют популярные замороженные Городнина и Сумеси от айчинного вытворцы. Мы выходим на следующем году на производительность 3020 тонн в год. Это же и собственная продукция 1400 тонн, и оставшаяся продукция, которую мы будем закупать уже извне. Все летоэнергетики краины подвяли выники сельско-господаршего года, провяли дажынки 2019 у Аршанскім районе. Дарайше и Витебская в область практически завершила усе полявые восиньские работы и выканала доручэнні президента. Практически картофель убран, лен убран, овощи день-два, немножко осталось кукурузы, буквально 2-3 дня с полей все будет убрано. Ведем перепашку почвы, техника в полях вся работает, проблем серьезных на сегодняшний день нет. Витебшина перешагнула миллион тонн зерна, на сегодняшнее утро миллион 10 тысяч тонн зерна, благодаря кукурузе. Сельско-господарший сектор в области поступово становится на сучасные рейки. Системный подход до модернизации и первоузброенни АПК дают свои позитивные выники. Юлия Устинова, Ян Пчельников, Новины, Аршанский район. Межтым программа развития жывела Гадоулі продуглеживая не только новое будавництво. Старые комплексы так само повинны отримать другое життё. Одновить их треба за наступный год. Такую задачу поставил старшиня Аблваканкама Миколай Шарстнёв перед керовниками районных выканкамаў. Тэму протягне Виктор Пралич. Яшчэ у савецкіе часы Витебскую область накрыла хваля будавництво малошно-товарных фермаў. Тады не шкодавалі грошы на их узвядзення, але час их не пошкодавал. Толькі семнадцать процэнтаў з усіх існуючых комплексыў Витебщаны новая. Зносіть нельга, реконструяваць. Поставили коскую задачу сабе на прадприемстве Витебскэнерга у філіяли цяплічны. Дедовскі молокопровод замяніли на сучасное даільное обстарявання, зробили без привязным утраманні коров. Кошт питання більш за три мільйона рублёв, але выник видавочны. Ежедневный удой более 20 литров на корову, при рентабельности 8,9 процэнта. То есть объект даў положительную рентабельность, конечно, молоко основной продукт. То, что мы сегодня реализуем, 98 процэнта сортом экстрамолока. По таким же сценариям уже працуюць и на комплексе по выращиванию молодняка Днепро-Аршанской интеграционной структуры. ГТС-будуванні были свинокомплекс, який закрыли 7 годов тому. Господарчым способом надалі другое житцё своими силами и без посредников. Здесь у нас работают где-то 22-24 человека ежедневно. Все работники здесь посторонних нет. Это работники комбината хлебопродуктов, это работники мясокомбината, это работники птицефабрики и работники самого филиала Заднепровский. Значит, вот этими своими силами, с учётом техники, которая у нас есть. Сегодня у нас есть и миксер приобретённый, у нас сегодня свой кран есть. То есть у нас есть полный объём техники, амкадоры и так дальше, которые позволяют нам сегодня, не привлекая со стороны посторонней организации, проводить вот эти все строительные работы. Это здорово удешевляет. Як под копирку, такие работы повинны вестися на усіх старых комплексах, які сёня ёсць у регионе. На гэта ориентуе старшыня Аблбыкэнкама. Тратить финансы на узвядзение новых комплексов нем это згодно. Сёня кошт сучасной фермы каляста мільйону рублёв. Одновление старых побудов тоней у разы. Плюс экономия грошовых сродков. Часть технологий новых комплексов сместить в старые помещения и в старые комплексы, которые мы восстанавливаем. То есть, что я имею в виду? Выращивание скота от молодняка от шести месяцев до получения нетели можно всё это делать в старых помещениях. На новом комплексе создать условия для дойного стада, для доения, тем самым мы удешевляем стоимость молочно-товарного комплекса практически на 30-40%. Гэта семинар Уорши став свой особливым майстер-классом для керовников районов, где расставили ориентиры на ближайшую перспективу развития сельско-господарчей Галлины. У приватности показали, як можно и треба зараблять гроши на выращивание кукурузы на зерня, а крымя того, выкористовываясь при унесении у хлеба сыромолот и доломит. Закранули и социальную сферу, на прикладе Центра адекватных, культурных и социальных послуг у барсдовцы, Миклай Шарснёв дал зрозуметь, что такие повинны з'явиться у кожным буйным населенным пункте Витебской области. Виктор Пралич, Александр Петровецкий, Дмитрий Котов. Новинный Аршанский район. Развивать социальную и вытворчую сферу на вёсце значит створать умовы для того, как молодые кадры заставались на малой родиме. Старшиня Былвыконкамы неодноразово подкресливал, модернизовать аграрный сектор недостатково. Треба, как на обновленные фермы и мех дворы пришли молодые и амбицийные профессионалы. Наш корреспондент Юлия Устинова познайомилась с такими у господарцы полночной городовского района. Есть коровы как домашние, к ней можно подходить спокойно, гладиться, она никак сюда везти не будет агрессивно. Спокойные и вертки, текавные и обыяковые, ласкавые и ненадто. У кожной живёлы, як и у человека, свой темперамент и характер, кажа Евгения Капитонова. Буронки – не выключение, и хотя коллектив вялики, на молочно-товарной ферме в Володарке у вёсце Хартово городоцкого района поголовье 870 живёл, есть особы, які выделяются своим норовом. У молодого ветурача бадай до кожного подопечного свой подыход и доброе слово. Я обычно со всеми животными разговариваю, у каждой коровы есть кличка, она отзывается на своё имя, поэтому они всё понимают. Для городской девчины Айянас Бобруйску было нестандартным рашением, а брать специальность у сельской господарцы. Зараз, заплячимая Евгении, год работы на молочно-товарной ферме. Жильём обеспечивали, но мне это было не нужно, потому что я живу в городе, у меня своя квартира, и поэтому у меня свой личный транспорт, мне содействует в том, чтобы его заправлять. На протяжении двух лет надбавка за молодого специалиста, и после года работы ещё стаж идёт. То есть я на зарплату совсем не жалуюсь. С позитивным настроем адаптация на первом працовном месте пройшла поспяхово. Побыль с Евгения такие ж молодые коллеги. Працуют под наглядом корыфеев. Агульный стаж семейной працовной династии Натальи Милеусской, наместника директора господарки, больше за 200 годзи. Так уж сложилось, так получилось. Зарплаты хорошие, хозяйство не жалуется. Поэтому, работа, конечно, тяжёлая, все это понимают прекрасно, но работать же и на селе кому-то надо, кому-то ж надо обеспечивать продовольственную безопасность. Поэтому работаем, стараемся. Вопытные наставники сучасные умовы працы и достойная заработная плата. Гэта зробить працу у аграрной галине престижной. А молодых, які ожидают працовать, у нас достатково. Юля Устінова, Дмитрий Котов, Новины, Городоцкий район. Вось такими выпускниками гонорит Савитебская Академия ветеринарной медицины. Новочальная установа одна со старейших у Беларуси отзначила 95-ти годзе. З на годы юбилею прайшли международные навуково-практичные конференции, выставы, майстер-классы и святочный концерт. Новочальная установа примала веншаванье от президента Беларуси. Мноства гостей из розных кутков Беларуси из-за мяжи, а так само от своих выпускников, сярод яких из старшиня Витебского Абл-Ваканкама Миколай Шарснёв. Як проходил День нараджения одной со старейших навучальных установ Беларуси расскаже наш корреспондент Инна Падрецкая. Витебскую Державную Академию ветеринарной медицины открыли у 1924-м годзе. Правда, ранее она называлась по-иншому Витебский ветеринарный институт. Починалось усё со 100 студентов, занятки, для яких вели 11 выкладчиков. С того часу навучальная установа подрехтовала больше за 35 тысяч специалистов у галиня ветеринарной медицины из-за атехнии. Незивно, что у День Светкования 95-го года Академию собралось повиншевать множество гостей, сирот, яких выпускники, коллеги и партнеры. Более 20 лет я в Академии проучился, проработал и вот тем, кем я стал ректором Беларусской Государственной Академии, это, конечно же, всё дала мне моя родная альмаматор Витебская Государственная Академия ветеринарной медицины. С на года юбилея у Академии организовали тематичные выставы провели шесть международных навуково-практичных конференций. Так само до свята открыли мемориальную дошку у гонор профессора Эдуарда Иосифовича Верамея, человека, який больше за 35 годов узначальву кафедру агульной, приватной и оперативной хирургии. Акроме того, супрацовники навучальной установы провели некольки майстер-классов по використанию высокотехнологичного обсталевания для диагностики, лечения и профилактики хвороб живел. Протягом свята стала урочистая церемония узнагороджения, где старшиня Витебского облваганкама Миколай Шарснеу уручил супрацовникам ветэкадемии гоноровые грамоты. Дарыча навучальная установа Альма-Матер Керунека в области. Никогда не сожалел о том, что закончил этот вуз. По жизни знания пригодились и по сегодняшний день, пользуюсь этими знаниями и чувствую, что нужно еще бы подучиться немножко, дабы пополнить свой багаж знаний. Пожелать хочу, конечно, не только Академии, Академии Продзветания, а выпускникам, чтобы наши студенты, которые будут работать на современных комплексах, роботизированных комплексах, были подготовлены к новой настоящей работе. Будущее за ними. Витебская Державная Академия ветеринарной медицины – одна из старейших и ведущих научных установ Беларуси. Сегодня это не только буйный учебный, а и навыковый центр. Последние три года Академия разработана более 200 ветеринарных препаратов. Мы постоянно сотрудничаем с международными организациями. Мы подошли к этому рубежу. Это, наверное, не праздник, а рубеж, где мы хотим сверить часы, куда мы будем двигаться дальше, чтобы сделать нашу Академию еще лучше. 8 листопада Вет Академии исполнится 95 годов. Установу адукации амальцвековой истории по праву можно назвать лепшей сельско-господаршей научальной установой краины. Инна Падрецкая, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. И еще один юбилей 85 годов истории в опыту досягнения у Витебского Державного Медицинского Университета. Это один из наибуйнейших и лепших медицинских университета у нашей краины. У Скарбонцева НУ шмат рыгалей узнагарод падяк. Але головная багаття гэта люди. Подрыхтовка высококваліфікованных урачоу, стоматологау і провізарау з глыбокими теоретичными ведами і необходными практичными навыками, які валудують найновшими досягненнями айчинной і замежной навуки і техніки. Основная задача университета. На урачистостях в 1934-м годі як бальниця Медвуз загульной колькостю студентів 250 чоловек сьогодні ВДМУ одна з буйных высшайших медицинських навыцчальних установ у нашій країні. На сямі факультетах проходять навыцчання каля сямі тысіщ студентів і слухачоу. ВНУ має вілізарный вопад падрыхтовки спеціалістів для замежних країн. Досягнення медуниверситета неодноразово адзначалі на самым високім узровні. Вось і зараз ВДМУ занесіни на обласную дошку гонору. Мені, мабуть, трудно розділити личне і юбілеєві ГМУ. Віть з 1978 року вся моя життя практично зв'язана з Витівським государственним медицинським університетом, тоді ще інститутом. Тому я, мабуть, переживаю і радуюсь і горжусь іменно як і за собствені успіхи і за те годи, які я провел в цьому учріжденні. Це найбільше позитивні, найбільше щастливі годи становлення профессіонального, обрятування профессії, научні. І зараз я просто благодарю судьбу, що мені оказана честь в определенний период времени бути руководителем данного університету. Витівський медуніверситет вносить свій важкий уклад у розвитію і удосконалення системи аховы здоров'я нашій країні. Свої веды студентам передають більше за 700 викладчуків. В опутній навукувці і молоді талінавіті спеціалісты. Ва університеті працюють 62 доктора навук і 247 кандидатів навук. Президент Білорусі Олександр Лукашенко повіншував колектив ВДМУ з 85 годів і подякував колективу установу за высокий професіоналізм, безмежну отданність своєю справі і пастаянне імкнення до удосконалення. Історію ВНУ створали видатні педагогі і випускніки, відомі, діючі розних галін, лауреат престижних державних премій і узнагарод академіки, керівніки ефективних предприємств. З нагоди юбілею у адрес ведучий вищейші установи країни сьогодні гучала шмат віншовані. Міністерство здравоохранення дається найвисоку оцінку роботи Вітівського Міністерства Міністерства іміністерства. Він стоїть у істоків нашого медицинського образування в цілому. Вітівський медицинський адзіны України має уласну клініку. Сучасний лячебно-диагностичний центр, який відповідає стандартам високого узровню. І ашчы адзін інноваційний праєкт ВНУ Центр медицинной фармації. Тут іде праца па нікалькіх навуковых праєктах. Життєві дому, творча, насычна падзіями і здяйсненнімі, навуковым адкрыціями. І усе гэта для падрыхтовки висококваліфікованых кадров, які сама дана гатовую прийти на допамогу людям. Кристина Шенкарова, Дмитрий Котов, Новіны Вітівськ. Вітівський медицинський падтрымліває тесные навуковые сувізі з вядучими ВНУ світу і стимулює молодых вучоных да обмену вопытам. Чатьвертый форум молодзівых навуковых супольнастів сабрав у Вітівську выкладчыкаў аспірантаў і студэнтаў з Мінска, Гомеля, Москвы, Воронежа, Самары і Волгаграда. Арганізаторам сустрэчы выступіў Савет молодых навуковцев Вітівського Дзержавного медуніверсітета. Сумесна за открытым універсітетом Сколкава. Удзельнікі форуму обмеркавалі перспіктывы інноваций у медыцинських доследованнях, сучасныю діагностыку захворванняў і метады їх лячэння. Своими досягненнями з юными колегами дялиліся навуковцы, які ўжо запустили свае проекты у вытворчасть. Для молодых спеціалістів такі сустрэчы добрая махчымасть заявіць про сябі. Мы хотіли бы сделать акцент на трендах, которые на сьогоднішній день существуют и активно развиваються, щоб наші молоді учёны, як говориться, були в тренде. Форум откроє онлайн-лекція представителя из города Москвы. Он буде как раз рассказывать нам о трендах биомедицинских исследованиях. Состоїться деклад наших гостей из групи компаний «Закон і порядок», которые расскажут нам, как идею коммерциалізувати і, возможно, воплотити в бизнес. Основна задача — це обсудити те організаціонні моменты, які возникают на пути решення тех или иных научних задач, і помочь їх реалізоваць. По выніках форуму подрихтовали зборнік докладів. У їм актуальніе темы для дослідовання і сумісніе проєкты висшайших навчальних установ городів Білорусі і Росії. Виборчая кампанія протягується. Кандидаты у депутаты Палаты представників національного сходу состракаються з выборщиками і проводять пікеты. Кожний з більш чим 70 претендентів на 14 мандатов від Вітебській області отримав махчимість выступіць за сваєю передвиборній программай на Телебаченні і у ефіри Радею Вітебськ. Заходом кампанії сочать 1200 внутріних і каля 80 міжнародних назіральніків. Утім ліку і ад АБСЕ, які під час маніторингу выборчага процесу, наведалі Телерадею компанію Вітебськ і прасачылі за організацією і правядзеннім выступління у кандыдату у депутаты на Радею і Телебаченні. Нагадаєм, што выбары у Палату працтавніков національного сходу призначені на 17 листопада. Заходом выборчай кампанії можна сачыць на офіційных сайтах Центрвыбаркама і на сайтах районных, городських і обласного виконкамав у разділі «Выбары». Маломабільные выборщики змогуть самастойно удзельнічаць у выборах депутата у Палаты працтавніков національного сходу. У Вітебску на выборчих участках у дні датарміновага галасавання, а так само непасрэдна у дзень выбора у 17 листопада им допамогуть волантеры, для яких на днях правялись спеціальны навучальны трэнінг. Як коректна комунікаваць з людьми з інваліднастю і як правільна аказаць им допамогу, давідалася і наш корреспондент Іна Падрецкая. Выбары важная падія не толькі для країны, але і особиста для Антона Шмялёва. Разом з жонкой он збіраецца самастойно пайсти прагаласаваць за обранага кандыдата. Антон переконанай, што гэта хочуть зробіць і многі інші люди замежаванными фізічными махчымастями. Але большість із іх патрэбна допамога воланцёру. Некатрі самі даже ходять, незрячі, хто активно живёт, то есть вони довольна самастоятельні і можуть самі прийти. І вот как раз это буде полезно імэна воланцёрам, шоб памочиться проводіць і збірацільні урны і как это зделаць правільно, шоб нікого не обідзіць. Правядзяння у обласным центры навушальних трынінга у напярэда дніважной громадсько-політичной компанії ўжо традиція. Ягі працягнули і ў гэтам годі. Майстер-клас для воланцёру правяли ў Витебскім Дзержавным Медицинскім Универсітеті. Дзяваюць очі многом в нашім горді па інклюзівному пространству, паэтаму мы решили, што раз це актуальна, то в принципі молодёж об'язана обратити на це внимание і організовувати в тому числе такі падобні трынінги. На трынінг сабраліся каля паўсотні хлопців і дзявчат з волонцёрських отрадів школ, середніх спеціальніх і вишайшіх навучальніх устанів города. Узільники проекту «Олдінклюзів» усе уключені патлумачили, як корректно коммуніковаць з маломобільными выборщиками. Так само яны продемонстрували, як правильна супроваджать людзі з інвалідністю, перадолювать пороги і бордюры, подымать на лісвіцу. Я считаю, каля паўсотнімі должен прийти, імеет право прийти і зделать это сам. Не всігда, допустім, вот участок какой-то, он расположен, допустим, даже на первом этаже. То есть, челек сам не сможет преодоліць лісніцу, а вот ест волонтёры, каторые в любой момент могут подойти і помочь это зделать. У Витебску волонтёры будуть допамагать людзім з дадатковыми запатрабаваннями на выборчих участках не толькі у дзень выбору 17 лістапада але і ў дні датарміновага галасавання. Инна Падрецкая, Александр Петровецкі, Новіны Витебск. Работа депутацкага корпусу накеравана у першую чаргу на інтаресы людзей і нельга забываць прадавер выборщакав. На гэтым акцентаваў увагу Владимир Цяренціў на 15-й сесії Витебскага обласнога савета депутатаў 28-го склікання. Старшыня трымаў справа здачу об сваёй работі дзейнасті прэзідуума і стані справ ў экономіце і соціяльній сферы. Выслухала яе і наша здымачная група. Справа здачу об сваёй работі Старшыня обласнога савета депутатаў трымае традиційна адзін раз ў год. Узгадываю кожну праведзеную сесію і ўсе пытанні, які разглядзіле депутаты. Народныя обраннікі зацваржаюць програмы соціяльно-экономічного развіця аргіёнов, варашаюць пытанні добраў парадкавання і раціянальніха використання бюджетных сродків. Лёс маўомаці, якае не використовуваецца, і шматлікі іншіе. У диаграмах і лічбах ключавіе пакашшыкі эффективності роботи. Экономіка, падаткі, бюджетная палітика. Ад їхнапрамую залежець соціяльна сфера. Основна задача, о которой будемо сегодня, конечно, говорить, это улучшение уровня жизни наших людей. Чтоб мы сегодня не делали, какие цифры мы не приводили, если сегодня у людей нет нормальной достойной заработной платы, если нет хороших условий для работы, если не создана нормальная соціальна сфера, это всё разговоры не о чём. Поэтому сегодня, в принципе, и в отчёте, и в задачах, которые будут ставяться, то есть это трудоустройство, это создание новых рабочих мест, это благоустройство, это создание нормальных, комфортных условий для жизни жителей нашей области. Як становчы прыклад комплексной работы, дзейнасть Дубровинскага районнага савета депутатов у тандэмі з мясцовой уладай. Проупарадкование, развитие инфраструктуры, створение новых працовных местов, поддержка громадянских инициатив. Як выник, у Дубровни за опошние некольких годов открытый буйный забавляльно-гостиничный комплекс с притягнением российских инвестиций, уладкованный новый парк и дзятячая пляцовка, обновлены музеи и мемориальные комплексы. До 2018 года Дубровинский район был единственным в области, кто не имен своего районного историко-кроведческого музея. Раисполкома было принято решение о реконструкции под музей неиспользованного здания в центре города площадью 440 квадратных метров. И уже в июне прошлого года состоялось торжественное открытие первого выставочного зала нового музея. Благодаря замечательной инициативе директора Дубровинского вольного завода депутата районного совета Анатолия Дмитриевича Басенкова за счет средств предприятия уникальное по своей архитектуре полуразрушенное здание и простые манифактуры превратилось в музей льна, где оборудованы еще и обряды в зал. В Докшицком районе эффективнее из-за усих працуют по зносе непридатного жилья, а у Глыбодским по праце уладкованне насельництва. На особливом контроле народных обранников допомога же хорам малонаселенных вёсок. Это пытание совета у депутатов першесного территориального узровня. Тих, кто ближе из-за усёда людей, Владимир Тярентьев пераличивает по прозвищах. Работа с насельництвом, выступление у СМИ, особистые приемы грамадян и навод депутатская пошта. Для отворотной совязи с насельництвом подыходят любые формы. Старшиня областного совета депутатов за пошний год на промыдиялог с выборщиками выходил некальки десятков разов, каля 20 проблемных пытаннёв застаются на его особистом контроле. Головное, по словах Владимира Тярентьева, не забывать, что депутат працует для людей, поляпшыння якости их життя и добровыту. Вольхаш Маргун, Ян Пшельников, Новины, Витебск. У проблемах Жихаров-Городотского района на гэтым тыдня разбирался помощник президента Беларуси инспектор по Витебской области Анатоль Линевич. У мясцовым райвы конками он провёл особистый приём хромадян и промыл телефонную линию с местечами. Самые популярные взвороты – проблема с жилёво-коммунальной господаркой, капитальный рамонт домов и кватер. Подробязности у Артура Смолякова. Не глядячи на то, что колькость взворота в городовском районе снизилась амаль на 30%, по равнанию с минулым годом проблему местечу Хапая Жихарка районных и центра скардится на тое, что при спилу цедрэу на мясцовых могилках пошкодили помник бабули. Рамонтовать, а госупрацовники предприемства котельных и тепловых сеток отмавляются, а директор организации запылнивая, монумент разбурился от старости и может рассыпаться подчас обновления. Пилили и бросали, как в лесу, поэтому разбили памятник. Я не то, что прошу вас там заменить памятник, но вовремя поднажьте его, пожалуйста. Сам памятник разрушается изнутри. Вода попадала все время в крест, зимой где-то, видно, трещины начали давать, ну, естественно, это не одного года, и памятник стал рассыпаться изнутри. Все согласны взять и поправить, но он может разрушиться больше, у вас появится претензия, если вы будете присутствовать и соглашаетесь, то, пожалуйста, пусть помогут, окажут поддержку. До помощника президента в городку звертались и жахары областного центра. Две суседки с дома на улице Ленинградской у Витебску просить адрамонтовать квартиры. Жилье у былым ведомственным доме без воды и канализации они приватизовали некольких годов тому. Сёння в окны тут сгнили, а дах протекают. При этом коммунальники тлумачат, что работать ремонт и обслуговывать приватизованные квартиры вместе чиповинны за уластный кошт. Анатолий Леневич обещает разобраться у питания. Вы на капитальный ремонт делаете отчисления? Да, мы всё время платим. Ваше жилье надо посмотреть, когда поставят очередь на капитальный ремонт. У нас не ставят, потому что у нас нет на балансе города. Давайте поизучаем, потому что сложно сразу дать ответ. Жихарка Езярыща звернулася до помощника президента по двух пытаниях. Первая связана с паугадовой запозиченностью по зарплате приватной клининговой фирмы, другая с ремонтом коммерцийного жилья, якое дачка отримала еще в 2015-м. Пять годов кватера непридатная для життя. Весь этот час женщина живет с матью, а пошнея пропоновая сдать жилье, а дачку с внучками прописать у яе. Однако метражу для проведения процедуры не хопая, Анатолий Леневич подкреслил пытание складанное и по трабое у сибакового вывучения. Ладно, я поклею, ладно, я покрашу, вымыю мусор, вывезли, там все это вычистили, вымыли, ну, провода я не полезу, я не электр. В квартире никто не проживает, квартиру не отапливают, ремонта там не производится, о том, что там все остальное делается за счет жильца. И поскольку квартира получила до 1 марта 2016 года использовать средства коммерческого отчисления за содержание коммерческого жилфонда на нем не взял. Прием грамадзян помощник президента выросшил суместить с промой телефонной линией и параллельно отказывал на звонки от жахаров городовского района. При этом Анатолий Леневич отзначил эффективность проведения подобных приемов и подкреслил, что все пытания, которые поступают от грамадзян, должны разглядаться с позиции, как помогать человеку. Но помочь нужно на законном уровне, не просто так. Все, потому что люди, которые оказывают эту помощь или поддержку государственной организации, они должны нести отчет, опять же, в соответствии с законодательством по своей деятельности. Усяго за 9 месяцев 2019 года у городовский райвыконкам поступило 228 своротов от грамадзян. Больше из них тычилась работа транспорту, жилево-коммунальной господарки, гандлю и аховы новокольных осяродзя. Артур Смоляков, Александр Петровецкий, Новины, Городотский район. Межтым и сами жихары повинны допомагать уладам доброупорадковать свои городы и поселки. Жихары Витебска долучились до республиканской экологичной акции «Уладкуем малую родзиму». Я ес сутностью тем, что кожный может сярод, яких были и представники мясцовых уладов, высадили тысячу саджанцев Бярозы и Клёна. Новые аллеи повинны полепшить экологичный стан у городе, зарабить его больше привабным и зручным для життя и отпочинку. Такие же акции проходят повсеместно в районных центрах, в городах Орши, Полоцки, Новополоцки. Тем самым мы хотим вложить серьезный вклад в озеленение города Витебска, повысить его экологическое состояние. В целом по области это уже второй этап акции по озеленению. В весенний период было высажено порядка 65 тысяч деревьев по всей Витебской области и в осенний период планируется также к высадке порядка 40 тысяч деревьев. С початку года в Витебску высадили 12 тысяч зеленых насадженев, а по области эта личба складая 100 тысяч посадженных деревьев и кустарников. Суседи натхняют. Так называется коммуникационная кампания, которая проходит в областных городах и Минске по инициативе представительства Европейского Союза в Республике Беларусь. Ее главная задача представить результаты и обозначить перспективы программ трансграничного сотрудничества ЕС Беларусь. Вот несколько фактов. В Гродно будет создан центр по диагностике и лечению остеопороза. В Каменце появится пожарная часть, построенная по последнему слову техники. В поместье Михаила Клеофаса Агинского идет восстановление уникального парка, а в Несвеже собирается экспозиция предметов рода рода родивилов. Я фасшенирую, что это один из Вест-Европы, в Восте-Европе объявляет родивилов, что это родивилов. Перед нами представлена часть предметов, которые были изъяты из захоронений родивилов во время проведения совместных литовско-белорусских исследований. Чтобы узнать, что происходит на Витебщине, мы пригласили в студию заместителя председателя Комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета Константина Эдуардовича Черного. Здравствуйте. Добрый день. Константин Эдуардович, в этом году программам трансграничного сотрудничества исполняется 15 лет. Это значимый период. Какие проекты были реализованы за это время на территории Витебской области? За весь этот период реализовано чисто на Витебщине порядка 40 проектов. Наверное, самые значимые они касались развития инфраструктуры туризма, развития инфраструктуры музеев, спортивных площадок, ну и так называемое кулинарное наследие. Наверное, это самые главные проекты, которые состоялись за этот период. Вот как раз таки 17 октября произошел запуск крупного инфраструктурного проекта «Модернизация пункта погранперехода Урбана-Селены на белорусско-латвийской границе». Расскажите об этом проекте. Какая польза от него будет простым гражданам? Что касается Урбан, это главный проект сегодня, который реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества. Бюджет его порядка 5 миллионов евро. Основная часть приходится на белорусскую сторону. Он направлен для того, чтобы расширить пешеходные переходы, создать возможность для беспрепятственного пересечения границы для пешеходов и велосипедистов, ну и обустроить так называемые досмотровые пункты пропуска, которые предназначены для досмотра автомобильного транспорта. Давайте посмотрим небольшой ролик о проекте, который позволяет таможенникам сократить время прохождения границы с использованием современной техники. Собаку зовут Альфа, ей 4,5 года и за общий срок службы мы нашли около 300 килограмм психотропных или наркотических средств. Я ищу часто, через 3 дня и что удобно, здесь много очень канала. Удобно, быстро и выгодно. Константин в каких еще сферах начинаются проекты трансграничного сотрудничества? Обозначьте самые значимые из них. Всего от Витебской области подано порядка 19 заявок. В основном они касаются культурной сферы. Основными участниками выступают Полоцкий регион, Глубокский регион, Брасловский регион. Впервые в третьем конкурсе подготовлена заявка от Сененщины. Проекты в основном ориентированы на развитие инфраструктуры домов-ремесел. Сегодня в студии программы «Семь дней» о программах трансграничного сотрудничества мы поговорили с заместителем председателя комитета экономики Витебского облсполкома Константином Эдуардовичем Черным. Спасибо. Перепис насильництва завершился. Однако для некоторых респондентов компания выборча повторится. До 6 листопада волонтеры могут знов завитать до громадян с контрольным обходом. Паутурные визиты необходимы для проверки якости проведенного перепису. Случайной выборкой порядка 10% респондентам будут вынуждены им предстоит ответить на вопросы переписи дважды. Это будет опросник всего лишь на 10 вопросов основных. Это фамилия отчества, пол, семейное положение, образование, место рождения. То есть это основные вопросы, которые нам надо еще раз перепроверить. Поэтому обращаюсь к жителям нашей области с пониманием отнестись. Принять уделу кампании, якая проходить раз в 10 годах, все ли это можно было некалькими способами. А кроме классичных стационарных участков, в першиню працавали мобильные группы на предприемствах. Дякуючи сучасным технологиям, отказать на пытание можно было онлайн праз интернет. Таким способом скорыстався кожный пятый жахар Витебшины. До того же отказы респондентов уносились не на паперу, а одразу планшеты. Першые выники кампании Национальный статкомитет опубликует в середине 2020 года. Финальным акордом республиканской патриотичной акции у славу агульной перемоги у Витебску стала передача земли с 15 воинских похаванню измещения ее капсулу. Урачистая церемония отбылася у Свято-Успенским кафедральным соборы. Зуделом юных посланников миру, представников улады, научальных установ и громадских организаций, которые занимались сбором земли из мест похаванню. 25 октября в такой теплый солнечный день наши ребята поучаствовали в акции забора земли с святого для нас места из садоводческого участка где расположена братская могила, из-за которой мы уже много-много лет закреплены и ухаживаем. Участие в таких мероприятиях дает возможность переосмыслить события прошлых лет и приобщиться к тем святым понятиям, которые, наверное, должны жить в душе каждого гражданина и патриота своей страны. Финальное мероприятие будет проходить уже в следующем году. Мы, наверное, определяемся, что это будет наш мемориальный комплекс прорыв. Это, во-первых, и очень знаковое место для нас, для всех, там, где погибли наши партизаны, которые прорывались из фашистской блокады. И я думаю, что очень правильно будет, что в присутствии и молодежи, и ветеранов мы в торжественной обстановке, я думаю, что это будет как раз именно с 4 на 5 мая, в день, когда был прорыв, проведем вот это торжественное мероприятие. По области наличивается каля полторы тысячи пахаванне, где знайшли спачин больше за 400 тысяч советских воинов. У каждом районе зараз ладятся мероприемства по сбору земли и смещение ее капсулы. Завершится республиканская патриотичная акция у славу агульной перемоги у мая 2020 года. Капсулы с землей, собранные из усих воинских пахаванне у республики, разместят у крыбки храма помника у гонор усих святых у Минску. Первый на Витебшине музейный покой морская слава Беларуси открылся в средней школе номер 8 областного центра. Я наносит имя своего выпускника капитана третьего ранга Анатолия Спянкова, який загинул на атомной подводной лодце «Комсомолец». Идея об заховании памяти, славы и гонору выбитных беларуских представников военно-морского флота исновала в городе давно, даяя реализации приступили в 2016-м. До намагания у школьного коллектива подключились былые морские офицеры, представники городских и областных уладов. Экспозиция отрымалась грунтовной, насыщенной и познавальной. Яна расповедая об развитии и становлении военно-морского флота с Пятровских часов и до наших дзен. Идея появилась у нашего союза военных моряков и у администрации 8-й школы. И где-то год тому назад приехал смотреть, как ведутся эти работы. Ну и пришлось подключиться, потому что когда приехал конечно страшненький кабинет, стало немножко стыдно за то, что мы в не совсем комфортном кабинете будем делать такую хорошую экспозицию. К этому пришлось подключиться по ремонту в первую очередь самого помещения. И мы решили, что из Кашири надо сделать не только в Испенкове. Вклад белорусов огромен в развитие флота и российского, русского, советского. Порядка 150 адмиралов вырастила Белоруссия. Белорусы всегда очень честно служили. Подобные музейные покои морской славы Белоруссии иснуют и в других областных центрах краины. Но, как отзначили гости, в пауночном архионе это самый масштабный проект. На урочистой церемонии коллектив школы отрымал шмат подарунков, которые дополнить экспозицию. Прогучала пропанова с тягом часу перетворить покой в Саправдный музей. Десятки и один интернат. Супрацовники МНС провели тактика специальной ученни у одним из студентских интернатов в Витебске. Эвакуация от працовка деяния персонала и вертование потерпелых. Усё это в рамках республиканской акции за безопасность разом, накированный на профилактику пожаров и гибели людей на их. Наша здымочная группа оказалась у эпицентры умолной надзвычайной ситуации. Студентский интернат на улице Лазоу Витебску 9 поверх у больше 450 джихаров у тымлику замежные студенты и персонал. По лихенде в ученню пожар сдарился на четвертом поверхе. Спрацовала аутономная пожарная сигнализация. Система повязчения обвестила тревогу. У дежурной по интернату на гэты выпадок свой алгаритом деянию. Отпрацованы у реальной надзвычайной ситуации. Я работаю три года, можно сказать, реальных один раз мусоропровод коррел. Когда что-то происходит, то срабатывает сразу извещатель и передается все сюда на пожарный стенд и автоматически идет уже на молнию на МЧС. Лифт отключен, ротовники едут по выклику, эвакуация студентов начинается под контролем персонала интерната. И хотя тревога в учебное, никто не замородить, на то, как покинуть будинок у сего нескольких хвилин. Пять хвилин после объявления тревоги. Эвакуация прошла худко и без паники. Студентов зверяют по списах. И тут новое уводное для ротовников. На четвертом поверсе застались и нескольких человек. Вырытовать потерпелых спешаются два пожарные разлики. Ситуация максимально близкая до реальной. Навод съедливый дым, у яким не просто отшукать людей. Одного с потерпелых выносят на носилках, другого ратуют с допомогой спецтехники, третьего спускают с вышенин в очах у шматликих минаков, яких зацікавило такое шоу. Для ратовников в учене махчимость попрактиковаться, для студентов и персоналу интерната так сама тренировка на вселяки. Надзвычайный выпадок. Основная цель это научить граждан соблюдать требования пожарной безопасности. Сегодня предупредить минимизировать количество пожаров, чтобы люди знали, как действовать в случае пожара. И вот мы не зря сегодня проводим учения именно в этом общежитии. Такие учебные эвакуации у студентских интернатах стараются что год. И хотя тревога умовная, проверка на умение деяничить при пожаре абсолютно реальная. Мы знаем, что при эвакуации нужно взять документы, теплые вещи и без паники спуститься вниз. Постоянно мы практикуемся с эвакуацией всех студентов на улицу. Опыт у нас есть. Если что-то случится, то четкие навыки у нас имеются и мы все рукуемся и все будет хорошо. Алгоритм деяния у надзвучайной ситуации отпрацованы, система повещения проверена, в учении завершены. Отцу працовников МНС за эвакуацию студенты сегодня отримали за лик. Больга Шмаргун, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. Погулять на веселье по народных традициях пропоновали гостям фольклорные коллективы поуночных регионах. Областный конкурс обрадов пройшел у Рассонах. Удельники презентовали песни, танцы, а на столы выставили пачастунки, без яких не обыходилася ни водное гуляння. Завитали на святые коллективы из России и Латвии. Кристина Шинкарова подаведалася про цикавые обрады и подчаставалася весельными стравами. Самобытная свята конкурс «Великая весельница» проходит у Витебской области раз в два годы. Селитаяго удельниками стали простунки 19 районов Витебской области, а так само фольклорные коллективы из Латвии и России. Программа каждый год розная. На этот раз удельники представили обрадовую страву весельного стола. Все, что готовали ранее на нашей Верхнедвийской стране, все готовали со своего. И вот самое главное блюдо, я тебе есть, ты и привезла на ваш суток. Вочер сбегались от разностайных присмаков. Фаршированный шубак с Расонщины, рогатый каравай на яблоневой галинце с Дубровинщины, а еще винегрет, квашеная капуста, блины, холодец, соленые грыбы. Рыбка жарная, рыбка вяленая, рыбка копченая на дому, холодец же рахтовали ранее. Якое веселье без песни. Удельники проставили мясцовые, отметные весельные песни своих регионов и продемонстровали традиционные обрады. Народные фольклорные коллеги у суседей Столошинского района 35 годов на сцене. Про веселье ведают Амалиюсю. Самое интересное это выкуп невесты, косу резали. Воседе учат из Глуботских районов вспоминают, как на веселье гуляли не один-два дни, как зараз, а шатыры, а то и пять. На свято запрошали у Сювёску и спевали весельные песни. Мы будем сегодня спевать аутентичные песни, которые спевали наши прапрапрадедули и прапрапрабабули, потому, что нашим песням напевно может больше чем 200 год. Гости из Латвии и России первый раз на таким святи. Их вельмию разиу размах и традиции кожного района. На будущий год плануют стать свидельниками свято-конкурсу. Этот праздник, мне кажется, уже вырос из масштабов этого помещения. Его нужно, я не знаю, больше места, потому, что столько всего. Коллективы, обряды, гармония, песни, все это очень здорово. Великолепная традиция, она такая и домашняя, и добросердечная, и очень вкусная, и аппетитная, и вообще совершенно незабываемая презентация всех районов Ветевской области. Подчас конкурса импровизации свати и сваты повод для мясцовых традиций представили жениховы невест. Так само гости познайомилися с засобливостями весельных строю особных регионов. У лютым на Рассоншине пройдет еще один фольклорный фест. На этот раз детячие, от пращи Раудозор, на которые запрашивают всех жадающих. Кристина Шинкарова, Александр Петровецкий, Новин Рассоны. Больше за 100 спортсменов из Беларуси и России собрал у Витебска 34-й областный темпо турнир по шахматах. Память урадженца Дубровна, освятника, аутара Библии для народа Василя Кораня. Спаборництвы стали доброй нагодой для аматоров проверить свои силы у поединках с профессионалами. Что с гэтага отрымалося у материаля Сергея Мисурагина. Чемпионы свету международные гросс-майстры, майстры Фиде. Визитная картка у спаборництву отрымалася вельми представничай. Дареча, якай колькас судельников темпа турниру. За свою историю с поборництвы значно поширали географию и, значит, лишь мат новых прохильников у Каисы. До того, что кроме самой гульнию шахматы удельники мают максимум познайомиться с нашими славытыми земляками и их справами. Это не просто спортивное соревнование, но это еще и воспитательное, если так уж говорить. Оно образовательное. В сегодняшнем турнире мы посвятили нашему известному славянскому просветителю автору Библии, как ее называют еще, Библия для народа или Библия для бедных, который создал ее в 1692-1696 годах. Темпа турнир по охотких шахматах с поборництва демократичны. И они объедновывают татулованных игроков, аматоров и детей. Переморство возначаются одразу у себями номинациях. Выступить у одной из их с великих лухов проехал международный майстер Валерий Жихаров. С мясцовыми шахматистами российские коллеги подтремливаются оброски относины и мкнутся развивать их и надолей. Турниры, которые проводятся, мы стараемся их не пропускать всегда. Хотим пригласить ваших витебчан к себе тоже в ближайшее время, чтобы наши связи как бы налаживать. Чемпион света середшкольников витеблянин Ягор Силиш так само уповнены, что с устречу профессионалу с аматорами усим идут на корысть. Поединки с мостными соперниками дозволяют молоде худшей вучиться назапашивать в обыль. Тут многие сильные шахматисты приехали, которые интересно бороться, интересно играть. У турниры профессионалу, яка чекалася, спортсмены сгуляли шмат цикавых партей. И тут великую роль отыграл шмат годовый шахматный опыт. Переможцей головного турниру стала международный гроссмайстер Раиса Эйдельсон. Она набрала 9 очков за 11 махчимых. А вот другое, не меньше гоноровое место завоевал витеблянин Ягор Силиш. Это подтвердило его грунтовную подрыхтовку и добрые перспективы на будущую. Так само своего знагорода отримали и переможцы еще в шести номинациях. Сергей Мисурагин, Александр Рындин, Новины, Витебск. Протягиваем спортивную тему. На наступном тыдне болельщикам будзеде отримать становчие эмоции. Подробязни о будущих спортивных супредстояннях расскажем и коллега Сергей Мисурагин. Футбольный клуб Витебск проведет поединок супред Барисунского БАТ. Баскетбольный рубон сгуляет с резервной командой ЦМОК и Минск. А волейбольный марка ВДТУ поспорабует айднять очки у Гомельской энергии. А кроме этого, болельщиков очакают турниры по тэквондо, вольной бородьбе и спортивные гимнастыцы. Першими на наступном тыдне сярод простынников гульнявых видов спорту на паркет выйдут гандбалистки. 5 листопада ведь Абшанка сгуляет поядыных собрать Градиншанки. У гэтых команда у нее соперництва и частей вверх берут спортсменки с бирага у Немана. Тем не менее, шансы на перемогу подопечных Александра Сытькова в домашнем матче за уседой застаются. У сяроду 6 листопада пройдут сустрэши хоккейного розыгрышу. Лидер подгруппы Бэээкстралиги Аршанский локомотив проэкзаменуя пинских ястробов, а новополцкий химик у гостях паспытая счастье с мястовым Брестом. У четвер пройдет еще один поединок. На этот раз, да, Барастовчан завитает хоккейный клуб Витебск. У субботу 9 листопада пройдет шарга выйстя на паркет волейбольному марка ВДТУ. У гостях наши земляки сгуляют с гомельской энергией. У минувом сезоне у подопешных Михаила Ханяка не отрымалось обыграть новобранца в 6-й лиге. Цепер есть спроба выправить сумную статистику. А кульминацией спорты у ноготый дня станет не отдельный футбольный матч 28-го тура чемпионата Беларуси по футболе. ФК Витебск состраница с Борисовским Батэ. Соперник находится у чемпионской гонцы вядя варазьбу за медалей. Витебск все это глобальных задач не вырешая. И тем не меньше есть у певнина, что бой фаворит у команды областного центра обовязково даст. А за раздавенших тем 5-го листопада у Витебску пройдет открытый областный турнир по вольной бородьбе памяти мастера спорту СССР Ивана Станкевича. С поборницей будут ладиться на Витебске на ЦСКА. А у спорткомплексе на проспекте Черняховска разберутся прославники у сходних одиноборств и разыграют открытый кубок города Патайквондо. Так само у Витебску будут ладиться с поборницей по спортивной гимнастыце. И они мают назву юной надеи и дают шанец на линовитым хлопчикам и девочинкам проявить себя. У далах выступлению Сергей Мисурагин новины Витебск. Информационно-аналитичная программа 7 Дюн у эфиры 5 годов. Кожную неделю на телеканале Витебск мы подводим выники от иходящего тыдня. От деловой поездки керавника в области до звычайных людей. От данных своей будь тоя профессийной теаматорской справе. Рассказать за 60 хвилин мы стараемся про все тое, что было на протягу 7 Дюн. Только головное и значное. Сценарный план выниковой информационно-аналитичной программы 7 Дюн частей за все починают рыхтовать, каля еще многие глядачы не склали свои планы на выходные. На протягу тыдня про заредакторское сито просеивается некольки десятков новин, а ли у эфир 7 Дюн тропляя самое актуальное. Наши журналисты всегда держат руку на пульсе и в любой момент они готовы выехать на съемки для того, чтобы наши телезрители увидели самые интересные и важные и актуальные сюжеты в итоговой программе 7 Дюн. Экономика, агропромысловый комплекс, жилево-коммунальная господарка, культура и спорта. И еще наибольш важным темам тыдня свой комментар дают компетентные собеседники. Актуально и больше эксклюзивно. А крымя этого, в 7 днях были и те, кто оборонял гонор нашей в области на разных споборницах, от кулинарных до спортивных. Так, с бразильского рейса из Рио-де-Жанейро прямо до нас в студию с золотым медалем приходил олимпийский чемпион Владислав Гончаров и еще шмат интересных особ. Мне лично запомнилось интервью еще с одним человеком, это представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Жан-Ив Бушарди. Фишка в том, что у нас был синхронный перевод с русского на французский, с французского на русский, поэтому интервью, наверное, запомнилось особо. Гэта на экране мы бачим неизменную ведучую Вольгу Шмаргун, однак за ее стоят десятки разных профессионалов. Журналисты, телеоператоры, водители, режиссеры. Мы працуем, как вы ведали, головные новины в области. Информационная аналитическая программа – это визитная карточка любой компании, любой студии, и поэтому от того, какая она, судят по тому, какая телекомпания. Благодаря появлению новых технологий мы можем аналитическую информацию подавать в новых формах и продумать ее. Это тоже сейчас наша задача и большая возможность для наших зрителей получить еще более полную картину событий жизни нашего региона. За свою актуальность и профессионализм тех, кто мает дочинение до 7-ти, он, проект становился призером престижных конкурсов, как национальных, так и международных. На 11-м телевизийном конкурсе телевершини у номинации «Лепший ведущий что-то дневый 7-ден», дипломом отзначена Вольга Шмаргун. А еще проект стал владельником премии «ТЭФИ Содружность». На ее было представлено 30 программ 20 телекомпаний и 12 краин. Безумовно приемно, але программа выходит в эфир перш за все для своих глядачов. И так уже 5 годов, як 7-ден. Виктор Пралич и Дмитрий Котов новины Витебск. На этом мы с вами развитваемся, как у наступную неделю на телеканале Витебск информационная программа «Семь дзен». Усяго добрыха! Витебск Витебск